Добрый день, НРБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краунплаза УФА. С вами Маргарита Гафарова. Башкортостан в следующем году получит 1 миллиард рублей на ремонт мостов по федеральной программе. Об этом стало известно на форуме «Транспорт России», в котором принимает участие и делегация Башкортостана. Средства пойдут на возведение и реконструкцию существующих мостов в Уфе, в том числе Арочного через реку Белую. Напомню, три недели назад в Уфе сдали в эксплуатацию мост в Ставку на южном въезде в город. В ближайшее время мостостроители планируют приступить к разборке старой переправы 50-х годов постройки и возведению новой. Объем вложений в этот инфраструктурный проект может достигать 4 миллиардов рублей. Поскольку нам нужно его полностью разбирать, собирать он даже дороже в Ставке. Он почти на 4 миллиарда рублей стоит. Поэтому мы тщательно проговаривали возможность финансирования строительства этого моста. Но у нас, вы знаете, еще помимо этого давно требуют вмешательства и капитального ремонта Затонский мост, Шакшинский мост, мост Сель-Тамаки. Поэтому мы сейчас большую часть времени обсуждали мосты. Власти также собираются расширить трассу Р-240 у Фаренбург. Обход Стерлитамака, построить развязку у поселка Зинино и увеличить длину проспекта Салавата и Улаева в Уфе при поддержке российского Минтранса. На федеральные средства также приведут в порядок региональные участки трасс М5 и М7. В частности, увеличат их ширину до 4 полос. Количество малых и средних компаний в республике за год увеличилось на 3% до 124 тысяч. Об этом сообщает Госкомитет по предпринимательству. По числу предпринимателей Башкортостан занимает третье место в Приволжском федеральном округе и 11-е в стране. Почти половина коммерсантов ведут свое дело в Уфе в числе основных сфер торговли, услуги и общепитов. В 2020 году тоже рост был приблизительно такой же, в 2019-м еще больше. Хотелось бы подчеркнуть о том, что в любом случае пандемия есть, она влияет на бизнес, на условия создания бизнеса. Люди тоже не могут ждать, когда она закончится. Здесь, наверное, еще и господдержка сыграла роль, потому что в момент пандемии определенным видом деятельности помогли. Добавлю, за первое полугодие количество самозанятых в республике увеличилось на 68% и превысило 54 тысячи. За 6 месяцев они пополнили бюджет республики на 194 миллиона рублей. Стоимость минимальной продуктовой корзины в республике за год увеличилась на 13% и составила 4,5 тысячи рублей. Данное опубликовал Башстат. В условный набор входят хлеб, яйца, молочка, масло, рыбные и мясные продукты, фрукты, овощи и сахар. В Уфе его стоимость составила 4 602 рубля, в Сибае 4 472. Заметнее всего за год подорожали овощи и яйца на 72 и 32% соответственно. Средняя цена на подсолнечное масло увеличилась на 19%, на 12-14% подорожали мясные продукты, сахар, крупы и макароны. На 10% хлеб и рыба. Меньше всего инфляция коснулась алкогольных напитков плюс 3%. Напомню, власти страны намерены подготовить меры для сдерживания внутренних цен на сахар и масло. Такое поручение ведомством дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Главным исполнителем выступает Минсельхоз. Рустам Газизов избавился от приставки в Рио на посту главы администрации Стерли-Тамака. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Горсовета. Рустам Газизов родился в Чешминском районе. Окончил Уфимский авиационный университет, затем боксу при главе республики. Работал на муниципальных и коммерческих предприятиях. С 2017 года был заместителем главы администрации Уфы, некоторое время исполняющим обязанности мэра столицы. В Стерли-Тамаке занимал должность первого заместителя главы администрации города по развитию промышленности. Временное исполнение обязанностей мэра на Рустама Газизова возложили в октябре после отставки Владимира Куликова. 198 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили предприятия республики за 11 месяцев. Работники получили свои законные деньги после вмешательства региональной гострудинспекции. Так, Газпроект Инжиниринг выдал более 4 миллионов рублей жалования 83 работникам. Большой долг почти 3 миллиона скопился у компании «Уралпроммаркет». Как оказалось, организация не выдавала деньги 107 сотрудникам с апреля по июнь этого года. Компания «Дубитель» за сентябрь задолжала свыше 2 миллионов рублей. В итоге работники получили долгожданные зарплаты. Всего в этом году гострудинспекция провела почти 600 проверок и вынесла 484 постановления об административных штрафах на 11 миллионов рублей. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар растет, евро дешевеет. Американец поднялся на 26 копеек, курс 72 рубля 82 копейки. Евро минусует 16 копеек, курс 82,35. Лучшие обменные курсы. Покупка доллара в Акибанке за 72,37 и продажа в банке Финнам за 72,88. Наиболее выгодный курс покупки евро в Акибанке за 82,07 копеек. И продажа евро в банке Финнам за 82,39. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Всего хорошего.